Введение во храм Пресвятой Богородицы – великий христианский праздник, который установился, когда Марию, будущую Богоматерь, согласно церковному преданию, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу. Любой церковный праздник – это прежде всего праздничное богослужение, которое собирает множество людей. И молитвы напоминают нам об этом событии. Церковное богослужение очень тесно связано с историей, с учением церкви. Поэтому люди, находясь на богослужении, погружаются в тайну того или иного события, проживают его. Это не просто история. Это то, что человек в своем сердце проживает, переживает. И поэтому люди обретают большую радость, потому что Пресвятая Богородица, она всегда откликается на молитвы людей, на их просьбы, на их нужды. Она никогда не оставляет людей. У храма Вознесения Господня собралось немало горожан. Все они пришли на праздничную службу, после которой традиционно прошло чаепитие. Прихожане храма отметили, что этот праздничный день подарил всем светлые и добрые мгновения, а на душе после службы стало радостней. Всем святым мы молимся, любому святому, помоги мне, помолись за меня, спасителю. А Божьей Матери мы можем помолиться, спаси меня. Вот единственной Божьей Матери и Спасителю мы можем сказать такие слова. Поэтому очень важно, конечно. Она же мать не только для Господа, она для нас, для всех наша мать. Кроме этого, настоятель Вознесенского храма, протеерей Арсений Вилков отметил, что сейчас проходит рождественский пост. Он приурочен к самому светлому зимнему празднику, что ждет нас впереди – Рождеству Христову. Рождественский пост длительный, почти как Великий, 40 дней, но он не такой строгий, как пост Великий. Разрешается вкушение рыбы в воскресные, в субботние дни. И он нас готовит к празднику Рождества Христова. Вот для того, чтобы встретить Бога, для того, чтобы уместить Его в своем сердце, конечно, прежде нужно и сердце, и душу очистить. И вот пост, он помогает очищать душу, сердце человека, чтобы не было там лишней суеты, и чтобы действительно мы смогли стать тоже храмом Духа Святого, чтобы мы смогли сделать свое сердце этими яслями, куда придет новорожденный владенец Христос. В пост надо добра побольше друг к другу. Может быть, кто-то не может поститься в пище, кто-то, может быть, по каким-то причинам, может быть, больной человек, не может в храм ходить, еще что-то. Ну, а подобрее-то, ведь любой человек друг к другу может относиться. Может быть, лучше внутри там побушевать, а не стерпеть и не нанести зла другому человеку. Я думаю, что все-таки доброта и любовь друг к другу – вот это вот самое главное. Кстати, не только в пост, не только в пост. Рождественский пост берет свое начало 28 ноября, оканчивается 6 января. Все это время православные постятся, чтобы к моменту рождения Иисуса Христа прийти очищенными и обновленными. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».